Ну что, друзья мои, мы дождались, мы это сделали, мы вышли в эфир, дождемся наших прекрасных ребят. Всем привет! Сразу прошу прощения за то, что пришлось перенести сегодняшний эфир. На то, поверьте мне, были и есть причины, наверное, самые, скажем так, важные, которые могут быть. Позже как-нибудь расскажу. Спасибо всем, кто нас смотрит, всем моим прекрасным студентам. Я по вам очень соскучился, честно говоря. И, конечно, хочется, чтобы поскорее все это завершилось, и мы с вами опять смогли увидеться, да, и вживую общаться и заниматься нашими занятиями, нашими делами. Сразу хочу сказать, что сегодняшний эфир нестандартный, непростой. Да, привет, мой любимый студент. Сегодняшний эфир посвящен дизайну спортивной полиграфии, визуальному оформлению футбольных матчей, потому что для вас, как для специалистов в области рекламы и пиар, необходимо понимать, да, что любой продукт, выходящий под брендом какого-либо компании, либо какого-либо... Сейчас все расскажу. Все расскажу. Какого-либо фирмы, да, должен отражать, собственно, суть этой фирмы, да, и быть грамотно по имиджу. Поэтому то же самое и в спорте, тем более сейчас, когда у нас цифровизация всего на свете, да, глобализация, конвергенция всего происходит. Поэтому необходимо сейчас четко понимать, что люди хотят получать приятную полиграфию, приятную тактильную на ощупь, приятную по оформлению и качественную по содержанию. Всем, да, еще раз привет. Ребята, эфир может быть длинным, потому что у меня есть что вам рассказать. Возможно, кто-то из вас не очень интересуется футболом, спортом, но я надеюсь, после нашего эфира будет у вас такой доп. интерес к этому всему. Это все истории. Сразу расскажу о том, как это все будет. Я сейчас перед вами нахожусь в футболке 2002 года. Компания Диодора, итальянская фирма, которая в свое время одевала «Зенит» футбольный клуб и «Рассельмаш», тогда еще команда называлась. Так вот, в 2002 году, то есть «Зенит» петербургский и ростовский клуб «Ростов» играли в одной и той же форме, просто у петербургцев была белая-синяя она, но у нас, соответственно, желто-синяя. Так что с Петербургом у нас очень много сплетений, хитро-сплетений. Друзья мои, сразу вам расскажу про то, как все будет происходить. Во-первых, мы с вами сегодня разберем большой пласт футбольных программок, которые были придуманы, были созданы всевозможными специалистами. У меня здесь, да, это все ростовские программки, которые я собирал с 1997 года. Здесь у меня программки клубов нашего чемпионата с других городов. Другие города все, это и Владивосток, и Томск, и Питер. У Питера у меня вообще отдельная папка, поэтому я с удовольствием ее покажу. Это такое небольшое отступление. Теперь для чего это вам нужно? Вы должны понимать, что все меняется, тенденции вообще в рекламе, я много раз так говорю. С каждым периодом они совершенно отличаются от того, что было еще 5 лет назад. Поэтому необходимо следовать тенденциям, трендам и понимать, что аудитория тоже меняется, общество, собственно, тоже меняется. Люди уже не такие тупые и глупые, как были, допустим, лет назад 20, когда не было еще в нашей стране такого роста всей этой дизайнерской истории. Сейчас у каждого из вас есть доступ в интернет. Вы можете зайти и посмотреть, как оформляются визуальные продукты мировых клубов спортивных, американских лиг и так далее. То есть раньше этого не было, поэтому раньше особого такого значения к оформлению не придавали. Сегодня, соответственно, доступ к информации есть. Каждый из вас может сейчас после эфира зайти на сайт, не знаю, Los Angeles Galaxy и посмотреть, как американцы делают свою полиграфию. Так что ничего уже никого не обманешь, да, и приходится следовать этим всем тенденциям. Поэтому я опять же вас призываю, ребята, мои любимые студенты, любая ваша работа, которую вы делаете в рамках нашего образовательного процесса, должна быть крутой, стильной, интересной. Мой вам совет, создайте себе образ, стиль ваших презентаций в Powerpoint, единый. И у вас будет с первого курса по четвертый все ваши презентации, которые вы будете делать, все будут в одном стиле, узнаваемый. И вам потом будет через 4 года обучения приятно самим, собственно, смотреть на то, что вы делали там с первого курса по четвертый. Поверьте мне, это действительно так. Ну, поехали. Будем с вами сегодня перекликаться. Перекликаться. Смотрите, то есть вопросы, пожелания пишите. Такая история. Мы с вами начнем разбирать оформление футбольных программок с 97-го года. Определим основные тенденции, основной подход ко всей этой истории, как и зачем это все делалось. Ну, во-первых, во-первых, самая яркая для меня, наверное, самая старая в коллекции дизайнерская история, это чемпионат России 97-го года. Многих из вас еще даже не было на свете. Я уже ходил на футбол и собирал программки. Если у нас есть гости из Казани, Татарстан, Набережные Челны. Раньше тут даже в чем плюс в том, что очень много клубов, которые уже давно умерли, то есть их уже даже нету на наших футбольных полях, они не существуют. Ну вот, КАМАЗ ЧАЛЫ, это ЧАЛЫ, это по-татарски, да, из Набережных Челнов. Программка 97-го года, да, она, естественно, выполнена в таком вот, но уже цветная, заметьте. Она имеет обложку 4 октября, 15 часов. Борис Шинкаренко, который, собственно, все это мне и передавал, и я очень сильно ему за это благодарен, буду всю жизнь, потому что без него такой коллекции бы, конечно, у меня никогда бы не было. Футбол. На обложке у нас анонс следующий. Кстати говоря, «Рассельмаш Зенит», как это не символично. Мы начали с первой же программки. Она по качеству тактильно абсолютно простая. Вы можете такую делать у себя дома на принтерах сейчас. Вот, собственно, как все это было раньше. Раньше все было очень дорого, да, денег особо не было, и не было таких возможностей, как сейчас, поэтому цветные делать только обложки. Дальше у нас идет описание тура, таблица на тот момент. Здесь еще очень хорошее решение, когда у нас шапка, да, заканчивается тремя футбольными мячами. Соперник КамАЗ Челы. Здесь взаимоотношения соперников. Нет, естественно, фотографий, да, можете видеть, что нет никаких изображений, никаких фотографий. Чистая статистика. Вот. Ну и финальная страничка – это составы команд. Составы команд. И также, и вот, собственно, Борис Шинкаренко и Виктор Шпитальник. Рекламное агентство «Рим-5». Вот такие вещи, простейшая, да, 97-й год. Ну, уже тогда, то есть, люди пытались как-то скреативить и как-то подать все это более-менее интересно. Здесь основной момент – это вот спонсор, да, который обязательно должен быть. Вы должны понимать, что какой бы у вас дизайн не был, но логотип спонсора вы менять не можете, поэтому вам придется в любом случае спонсорский логотип оставлять в том виде, в котором он есть. Дальше, давайте закончим с историей, да. Дальше у нас идет 97-й год. Заметьте, что сейчас, да, у нас каждые программки, обложки, они разные. Допустим, вот «Спартаковские», да, каждая обложка, она разная. Раньше, в то время, обложки были одинаковые, потому что, видимо, ну, не было таких технологий, да, не было таких, собственно, решений, поэтому было проще и делали так, как позволяли и средства, да, и все остальные вещи. Здесь у нас отличие от двух программах. Можно заметить отличие, потому что у нас здесь меняется фон, меняется фон, вот, появляется здесь мяч. Это команда «Ротор Волгоград» приезжала, так тоже самое. Дальше, 98-й год остался тот же самый подход, анонсы, которые очень важны. Вот такие вот вещи, они продавались во всех билетных кассах, и я думаю, что у многих из вас есть такие истории дома. Привет всем. 98-й год. Ну, видите, то есть обложки все одинаковые. 99-й год, последний год, когда программки были вот такими, сделанными очень просто и без всевозможных излишеств. Здесь у нас появляются, опять же, спонсоры, которые необходимо использовать, да, и необходимо их печатать. Уже у нас появляется, обложка у нас имеет двусторонний вид, да, информация есть и здесь, и здесь. Ну, а так то же самое, ну, вот я уже здесь руками писал, как закончились игры в то время. Вот, представляется соперник, опять же, да, «Спартакт-чемпион». У меня много очень из Москвы программок, поэтому поговорим о них. Составы команд, вот, взаимоотношения соперников. С точки зрения информации очень грамотный подход, потому что все, что необходимо знать болеечку, пришедшему на футбол, это как команды играли раньше, какие составы, и кто сейчас где находится, и как вообще команды отыграли этот сезон до сегодняшнего матча. Вот, это я. Да, ну и в завершении анонс следующей игры. 97-98 год, да, можете понять, что они сделаны очень просто, но очень стильно и с пониманием того, что ожидает нас дальше. Чтобы было интересно, европейские у меня есть, они находятся в Петербурге, ребят. Я когда в Петербург вернусь, я обязательно европейские вам покажу. Вот европейская программка, это команда Vortex в Хорватии, это вот 99-й год. Но они особо не отличаются, да, здесь у нас используется логотип несуществующего уже кубка. Такой был кубок Интертота раньше. Вот, здесь у нас идет представление соперника, опять же. Уже фотографии появляются, первые фотографии, которые появляются в программах такого качества. Вот, здесь важно, да, что у нас шапка красиво выделяется двумя цветами, обращать на себя внимание. Вот, и фотография команды на тот момент, да, она черно-белая, но поверьте мне, что для болельщика, для тех, кто интересуется футболом, даже черно-белая фотография в такой программке, она очень ценна и очень на память остается. Ну и команда соперника. Да, похоже, по стилю это все один стиль, один составитель, собственно, это все одно время. Разница в 2-3 года. Это вот такие вот вещи, вот, по дизайну, с такого начинали все, вот. И то, что мы имеем сейчас, а сейчас мы имеем очень крутые, грамотные идеи, вообще я вам покажу сильнейшие, просто прикольные идеи. И можете понять, что постепенно, шаг за шагом люди развивались, развивали свои идеи, да, и техника росла, и инновационные всевозможные решения появлялись. Перелетаем из Ростова мы, давайте полетим в другой регион, полетим, куда полетим, посмотрим мы на, ну давайте, на Москву. Вот что меня очень удивляло, то, что даже те, у кого есть большие, большие финансовые возможности, не факт, что люди обладают стилем. Премьер Московская Динамо, один из таких великих клубов, да, которые были в советское время, да, и сейчас, собственно, величие ушло на нет. Вот, очень много информации на обложке, что, честно говоря, отпугивало, потому что это вот такое ощущение, что это уже мы смотрим внутряк. Так, обложка, ну, вообще, моя любимая обложка, это где нет ничего, кроме фотографии. Вот журнал, допустим, Esquire, да, если вы знаете, то есть они мне очень нравятся тем, что у них на обложке только фотография, вот. Ну вот, допустим, вот такой вот формат мне нравится очень сильно, потому что видно, что это обложка, да, вот, и мы открываем как книгу. Это уже год пятнадцатый. Вот здесь у Динамо на первой же странице идет оглавление, что не очень хорошо, потому что все это можно впихнуть, собственно, в саму программку. Это 2000, это второй год, второй год. Вот, вот тут Антон Рогочи и Александр Точилин, который сейчас тренирует команду, тренировал команду Сочи. Вот у Динамо вские программки, вот их антология, да, вот, собственно, они, ну, если их положить, допустим, вот, не перепутаешь, вот они, Динамовские программки, да, они все в одном стиле выполнены. Вот эти вот решения, конечно, когда вы пытаетесь все засунуть в один, на одну, собственно, страницу, да, это как бы не очень, конечно, хорошо. Вот, ну и обложка должна быть обложкой, я всех расспрошу, то есть не мудрить. Здесь в Динамо ребята перемудрили, но это вообще 2001 год, то же самое, что и здесь, цветная у нас, правда, здесь она такая глянцевая, цветная обложка, и внутряк у нас идет черно-белый. Фотографии появляются уже из противостояний предыдущих лет. Вот, кстати, Владислав Прудиус, Кириченко, Дмитрий Игорь Ханкеев. Вот, идет нечитаемый совершенно текст, представляем соперников, да, Рассельмаш, и пошла история Рассельмаша. Поверьте мне, что для болельщика этого, для того, кто пришел на этот матч, читать историю такую большую команды не надо, потому что ему не до этого, да, нужно было тезисно все это выделять и пару, 6-6-5 фактов интересных засовывать. Это вам тоже на будущее. Здесь идет сплошной монолитный текст, который, честно говоря, читать тяжело и непривлекательно. Ну вот, заметьте, что программка «Команда Динамо» 2001 года, она вот такая. Да, такие вот вещи, как бы, не очень хорошо с точки зрения восприятия. Вот. И даже интервью тоже никак особо не выделяется. Допустим, если здесь у нас, да, в ростовских программках того времени у нас, да, у нас фотографии присутствуют, у нас присутствуют и более-менее яркие выделения, шапки, да, то здесь в московском варианте такой подход, он как бы не очень хороший, но вы можете сами понять, что такую вещь, да, вы ее так, ну, в рамку, то есть не повесите на стену. Динамо тоже развивалось, это уже 2000, так, 23 мая, это 2000, сейчас я вам скажу, ребятки, какой-то год. Третий год, если Александр Маслов в данной форме, то это 2003 год. То же самое, да, прошло время, то есть подход не изменился. Вот курсив тоже не очень хорошо, потому что курсив, ну, как бы, во-первых, он не очень серьезно воспринимается, и это уже вы перемудрили, когда курсив стали использовать. Тоже особо не читаемый текст. Единственное отличие, что у нас здесь фотографии появляются, как бы, это фотографии, которые разбавляют историю. Дальше, Динамо, Динамо, Динамо. Здесь улучшается качество, но также подход остается тем же самым, много текста, много текста. Здесь уже продается страничка рекламная, денежки. Опять же, да, видите, что много текста, текста, который вам не нужен совершенно. Ну, и здесь появляется такая тенденция, в этот вот 2005 год уже, появляется тенденция, что появляются плакаты. В середине всех программок большинства клубов появляются плакаты. Вырезаете, пожалуйста, то есть отрываете красиво, вот, и себе на стену вешаете. Ну, а также текст не читаем. Ну, и последний пример Динамо. Динамо, да, то же самое, это уже 2006 год. Более-менее современный этап, но для меня это современный этап. Вот, то же самое, много текста. Много текста, который читать тяжело. Особенно вот здесь. Ну, и такой Бафургьян был, нападающий у них играл. Вот. Ну, и здесь маленькие такие. Видимо, нечего было вставлять, да, они вставили фотографии. Вот. Ну, и опять же, много текста. Ребята, тут с текстом тоже вас призываю. Тезис навсегда, все выделяйте, чтобы не было у вас воды, которая никому не нужна. Вот. От Динамо, да, еще не очень хорошо, когда у вас, допустим, вы делаете такой диссонанс, да, у вас матч Динамо-Ростов, а на обложке у вас Динамо-Спартак играет. То есть, тоже с точки зрения логики, то есть, да, это не очень хорошо. Не очень хорошо. Вот Мэтью Бут, который очень много лет выступал за Рассельмаш, южноафриканский защитник. Ну, и здесь то же самое, прочитать что-либо, да, понять тяжело. Двигаемся дальше. Возвращаемся мы на берега Дона. Год 2000, друзья мои, 2000-й, 99, да, и 2000. Уже, уже мы видим более-менее, то есть, не более-менее, а уже современный вариант, современный вариант Игорь Ханкеев. Ребята, комментарии ваши жду, пишите любые ваши эмоции, интересно, неинтересно, может, подача не нравится, может, не нравится какая-то еще история. Пишите, задавайте вопросы, какие-нибудь города пишите, может быть, я найду программку из вашего любимого города, либо родного города. Дилетант, если ты нас смотришь, тоже, пожалуйста, как-то реагируй на то, что я тут рассказываю. Программки года 2000-го, ну вот, 2000-й год. Игорь Ханкеев, вот, уже у нас программка имеет обложку, которую, собственно, видно хорошо, да, Игорь Ханкеев, Маир такая была у нас рекламная, так, спонсор был. Открываем, мы, да, видим здесь фотографию факела, очень круто, когда, допустим, команда хозяин делает такой приятный жест, да, и на первой же странице, то есть, помещает фотографию своего соперника. Команда факел, которую я желаю очень, вообще, как бы, удачи, но он, к несчастью, никак не может, Воронеж, вылезть из этой ямы. Похож на Кучука, да, вот этот человек чем-то. Такой Кучук есть. Дилетант, это, футбольный дилетант, это мой хороший знакомый, мой коллега, который, собственно, ведет прекрасный инстаграм по истории футбола, истории команды Рассельмаш. Рассельмаш, это не то, что дилетанты вы, а это просто я так назвал, вот, собственно, тут и есть у нас в комментариях, да, написал прекрасный инстаграм, спасибо. Ну, как бы, да, у нас уже появляется здесь не только обложка глянцевая, да, красивая, но еще и внутренняя страница, вот, внутренняя страница. У нас появляются фотографии здесь, да, текст навалил, я же говорю, то есть, ну, нечитаемый текст. У нас здесь фотографии яркие, Владик Прудиус тут ему замораживает, Олежек, вот, доктор, у нас такой был Олег, который мне однажды то же самое замораживал, вот, глядя на стоп. Сергей Андреев, то есть, да, для любителей футбола, то есть, эти фотографии имеют большой, большой плюс, потому что они эти фотографии сохраняют, и они их могут себе куда-нибудь наклеить. Составы, да, вот, ну, и здесь фото, вот, Дуюн, Владислав, Шершов, Николай, Акопянц. Доценко, там еще сама Цмаков идет сверху. Да, да, реклама берет свое, то есть, к сожалению, то есть, информации, необходимой информации мало, она забивается рекламой. И вот еще очень хороший ход, когда вы делаете реверанс болельщикам, потому что болельщик, это, собственно, самое, ради кого, собственно, команды и существуют. И вот здесь вот хороший ход, то есть, да, на финальной страничке у нас фотографии фанатов, вот, и простых болельщиков. Ну, и в конце, опять же, выходные данные. У меня есть шикарное интервью, когда я учился на первом курсе, я делал интервью с Акоповым, через Шинкалинка мне помог, организовал интервью с НРСС Амак, это вообще наш самый известный ростовский коллекционер. У него программки очень старых, вообще, годов, и просто человек-легенда, НРСС Акопов. У меня есть про него сюжет на кассете ВХС, если я найду, я вам покажу. Год двухтысячный, стиль один и тот же, да, меняется у нас фотография на обложке. Растильмаш Сатурн, у нас фотография, да, как Матвеев Юра забивает Сатурну гол. Вот отличие, да, было у Динамо, помните, здесь Динамо Ростов, фотография Динамо Спартак, а здесь у нас матч Растильмаш Сатурн, и фотография, фотография, как Матвеев забивает гол именно Сатурну, именно Сатурну, вот, вот здесь мы это видим. Фотография, опять же, Сатурна, вот, Сатурна, команда из Раменского, Подмосковье. Видите, первая же страничка, интересно болельщику понимать, с кем, собственно, мы сегодня играем, то есть шикарная идея. То же самое здесь, но здесь матч первого круга, потому что тоже интересно, как команды сыграли в первом, в первый свой матч, да, то есть для болельщиков тоже интересно. Фотографии, которые, собственно, имеют тоже большую цену, большую цену, фотографии, правда, не этого матча, а матча с Нижним, это локомотив Нижний Новгород. Вот здесь составы, вот такие хорошие были раньше карточки у нас, это Владимир Савченко, вратарь нашего Сельмаша известный. Такой фильм был, помните, назывался «Взрыв из прошлого», когда люди думали, что там война началась, жили в подвале, потом сын вылез и карточки бейсбольные, миллионером стал, помните? Вот такие же карточки были раньше, да, вкладки и у нас. Вот Савченко, очень мой любимый вратарь, между прочим, который играл за нашу команду очень много лет. Вот Сатурн, здесь прикольный такой ход, да, у нас врезан Олег Пестряков, ну, футболисты, у нас они так через размытие вставлены в разворот. Очень хороший ход и интересный. Вот, ну, и в конце у нас афиша тура. И вот финальная страница, да, как можно ее заполнить. Здесь вот то же самое, да, очень стильно. У меня тоже продюсер-карточка есть. Очень стильно выполнена финальная страничка. По мне так очень круто, минимум наляпистости, да, и максимум стиля. Ну, не знаю, как вам, то есть, голосуйте, пишите, ребята, какие программки вам более-менее понравились. Далее этот же год, Растельмаш, ЦСКА, фотография с игры с ЦСКА, что очень символично и правильно. Ну, вот, 6 сентября. То же самое, да. Ну, то есть, стиль один тоже, просто меняется соперник. Это вот год 2000, Растельмаш, Спартак. Вот Робсон борется с нашим футболистом, с Мацегурой, по-моему. Растельмаш, Крылья Советов, Самара, Пестряков Олег и Дахаян Эрик, если я не ошибаюсь. Игорь Ханкеев, Локомотив, Ниженовгород. Такие команды раньше были, уже этой команды, друзья мои, нет. Так, 15 апреля, между прочим, почти что ровно 20 лет назад, с ума сойти. Год 2000. Возвращаемся сюда. Вообще много всего. Ребят, как эфир, то есть, как подача, какие-то вопросы, пожелания, пишите, чтобы всем было интересно. И моим студентам, особенно потому, что у вас будет задание на зачет, на экзамен, то есть, связанное с нашим эфиром и вообще с дизайном визуальной полиграфии. Так что, пишите, пишите, чем больше будет у вас тут написано, у меня в окошке, вот здесь, справа, слева в угол, тем будет активнее, интереснее мне тоже. Перемещаемся, куда, куда полетим, куда полетим, так, полетели, в Питер полетим, нет, в Питер еще рано, полетели в прошлое, Соколова, ты здесь, если да, то ответь, в прошлое, у меня лежат здесь две, две, две блок, которые, собственно, умершие команды, которых уже нет. Нет, это команда Пермь, Амкар, Амкар, вот подход, извиняюсь, это не коронавирус, просто простыл, подход Пермского Амкара, господи, цвета клуба, да, еще что важно, то, чтобы программки отражали цвет и стиль клуба, допустим, ну вот, Ростов, да, желто-синий, желто-синий, Спартак, красно-белый, красно-белый, ЦСКА, красно-синий, то есть, Зенит, они синий-белый-голубые, Шинник, черный, здесь, допустим, с Яшиным, не знаю, может где-то и есть, здесь, допустим, Амкар, цвета клуба красно-черные, но мы здесь понимаем, да, что у нас почему-то много очень синего, вот, соответственно, мы не особо воспринимаем эту программу, как программу команды Амкар, где, собственно, должна была быть она сделана в черно-красных цветах, что было бы логично, ну вот, допустим, здесь, да, вот, понимаем, что программка Пермского Амкара, так вот, собственно, Амкар, Пермь, это у нас 2000, сейчас я вам скажу, ну, давайте потом год назову, вот, вот, собственно же, самое, что было и, не болею, спасибо большое, в Ростове, да, глянцевая обложка, вот, глянцевая обложка, вот, и пошло черно-белая история, то есть, это очень дешево, то есть, делать дешевле, чем делать все страницы, естественно, в глянце, да, и в цвете, поэтому здесь, вот, да, уже появляется у нас сайт, это шестой год, стали сайты развиваться, собственно, да, у нас очень прикольный ход, когда дизайнерски круто такая вот окошко выполнено в углу на сером фоне, да, и здесь у нас идет уже такие первый социальный интерактив, сейчас у нас есть инстаграм-контакт, раньше был сайт, вот, идет у нас сообщение от одного из болельщиков, очень прикольно, стильно вынесено все это в угол и хорошо бросается в глаза на каждой странице, заметьте, есть такая история, на каждой странице, то же самое, вкладка центральная, цветная и глянцевая, это, к слову, когда у вас нет денег, то есть, да, вы можете просто деньги вложить в обложь, чтобы человек, то есть, да, увидел, потому что мы все покупаем глазами, да, а там уже внутри дошел до центра и опять же стал, стал, ну, тактильно было приятно, интерактив, да, можно было отправить сообщение и получить какие-то призы, составы, то же самое, да, цвета у команды, ну, у фирмы черно-красные, у нас здесь почему-то и синяя, и красная, и какой-то еще непонятно серая, то есть, ну, как-то очень наляписто, да, мы знаем, там, максимум три цвета можно использовать, ну, чтобы было красиво, а вообще я советую всего два цвета использовать, вот, казанский рубин очень прикольно делает визуальное оформление своих соцсетей, я вам сейчас открою на ноутбуке, ребята, страничку, потом покажу, как делает казанский рубин, прикольно, стильно, интересно, соперника представляют, вот, ну, и в конце, опять же, хороший очень реверанс, интервью с болельщиком, да, фотография болельщика, вот, очень, ну, хотя здесь, как бы, нечитаемый текст, потому что прочитать текст на фоне голов, да, ног, то есть, не очень, как бы, эстетично, красиво и солидно, вот, в конце реклама, в конце реклама, заведи красавчика, сок красавчик, и можно было Hyundai Get приобрести, Amcar, двигаемся дальше, это 1 мая, кстати говоря, то же самое почти 20 лет назад, кстати говоря, программка, не 20, какой, 2005 год, 15 лет назад, уже более-менее она красно-черная, но у нас, опять же, матч с Ростовом, да, моя спортфотография у нас с командой Москва, это Баба Адаму, бывший футболист команды Растельмаш, открываем, здесь, например, тактильно, она, знаете, такая вот пупыристая, не глянцевая, как здесь, а вот такая вот она, как, не знаю, как что, честно говоря, как салфетка, вот, пошли у нас спонсоры, которых необходимо, вот, раньше логотип МТС, старый, между прочим, кто не знал, вот, спонсоры, это ВТБ, так назывался раньше, мне Шторгбанк, опять же, черно-белый, торпеда на первом месте, нифига себе, вот, такие вот графики используются, тоже прикольный стильный ход, когда у нас, как команды, двигались по месту, да, в виде такого прикольного, интересного, минималистического графика, все тоже хорошо, вот, составы, опять же, очень ярко, наляк, будто бы красно-синие цвета, много цветов используют ребята, да, использовали раньше, то есть, конечно, не очень-то интересно, вот, ну, интервью с тренером, и финальная, финальная страничка у нас, она посвящена цитатам главного тренера, тоже интересно, я бы такого нигде я не встречал, ну, и финальная пьемская история, год четвертый, опять же, матч с Ростовом, у нас на фотографии Амкар играет с локомотивом, почему-то это вот известный футболист Михаил Ашветия, вот, у нас, опять же, здесь почему-то анонс идет, да, вот, нужно все в один котел, у вас команда Амкар-Пельмь, чемпионат России, не нужно анонсировать Лигу Чемпионов, это как рекламировать Феррари на троллейбусе, друзья мои, сюда пришла нишевая история, чисто болельщики пермской команды, какого черта вы им анонсируете матч Реала и Зидана, он с Манчестером, зачем это делать, вот, давайте, не нужно все, это как диплом, когда будете писать, не нужно все, брать темы большие, берите тему частную, маленькую, чтобы она была интересна, чем-то уникальна, вот, ну, и то же самое, писать везде, в каждой выпуске историю своей же команды, тоже считаю, как бы не очень грамотно, потому что эту информацию болельщики должны знать, либо почитать ее на сайте, вот, вот, здесь вообще они решили еще и такую тему, прикольно, футбол хороший, то есть, и не нужно его так вот харить, и поверьте мне, что это все стереотипы, здесь прикольный ход, дизайнер, когда у нас болельщикам предлагается самим матч посмотреть, и потом вписать сюда, кто забил, кто получил желтую карточку, красную карточку, минус в том, что очень много цветов, опять же, команда красно-черная, цветов здесь вообще, сколько хочешь, ну, и в конце у нас реклама с Портландия, ну, и фотография, суди, как будто бы некролог, да, Ходорев Михаил, вот, как-то не очень, еще и прогноз здесь от Вероники Мячиковой, вот, тут такие фотографии, да, в таком вот формате, не знаю, мне как-то смутило с точки зрения восприятия, вот, ну, и необходимо, да, когда у нас подложки на тексте, а, ну, когда текст размыто, у нас фотография, на фотографии у нас текст, да, мне нравится, когда текст, когда фотография черно-белая, либо она очень сильно размыта, либо текст очень жирно выделен, либо он красиво, стильно, там, два-три слова, а не целый, там, текст, который, там, не знаю, монолитная такая, там, 25-срочная история, поэтому, чем меньше букв, тем лучше, чем фотография качественнее, тем тоже, соответственно, лучше, вот, из Перми, да, Пермь, посмотрели, перемещаемся из Перми, мы, друзья мои, в, опять же, в Ростов, в Ростов, год 1001, у меня его больше всего, вот, уже программки приобретают желто-синий вид, мегафона, бывшая эмблема, логотип, но он не менялся, только GSM было название у них раньше, ну, вот, 2001 год, фотография, на каждая программка теперь имеет своего героя, что допустимо, то, что на фотография, на, да, Рот, Тор, Волгоград, да, судя говоря, по идее, должны в этом году выйти, а не в Премьер-лигу, наконец-таки, конечно, входите, ну, вот, каждая программка имеет такой вот, Рафель Уразбахтин у нас был нападающий, который, собственно, ничем не запомнился. Каждая программка имеет своего героя, что очень круто и интересно, то есть, вот, Владик Прудиус, любимец ростовских болельщиков, ну, вот, то есть, для коллекционера, для болельщиков очень круто, когда у нас стильно на программках есть свои герои, то есть, да, и многие покупают программку не потому, что, допустим, они там хотят почитать, а потому, что им нравится фотография, либо им нравится этот футболист. Вот дизайн года 2001-го. Очень интересные такие вот решения о геометрии здесь, да, как бы у нас показана динамика здесь, с такими вот линиями, полосками. Ну, вот. Моменты из матчей. Здесь все фотографии, это моменты из матчей, вырезанные, вырезанные, реальные, реальные, динамичные вещи. Очень прикольно, круто, не просто фотография статичная, а фотография в движении. Вот, кстати говоря, есть фотография ЦСКА, это Сергей Семак. Тоже фотография с матча. Ну, вот, тысячи первый год, давайте откроем какую-нибудь программку. Давайте найдем, если у меня есть Зенита, может быть, потому что у нас АДА, вот, собственно, она есть. Да, ростовские лучшие, согласен, то есть, и мне они всегда нравились больше всего, вот, то, что я видел. Вот. И с точки зрения качества, и информационности, да, то есть наполненности дизайна. Тысячи первый год. Зенит. Кто у нас там из Петербурга? Ваша команда. Панов здесь вот, фанат Спартака. Вот. И так далее. Тысячи первый год. Наш гость из Зенитов Петербург. Вот. Информация. Информация про клуб. Вот этот стиль, он везде, да, вот эти вот полоски, да, вот эта вот геометрия, она везде используется здесь, и здесь она присутствует. Вот. И, собственно, здесь. Да, раньше футболисты не имели своих номеров, и каждый матч они выходили по-подновому, потому что нужно было, чтобы было с первого по одиннадцатый номер, поэтому номер здесь предлагается вписать болельщику. Вот. Вписать болельщику. Взаимоотношения клубов, да, ну, в первой лиге, да, в Советском Союзе, вот, и, собственно, в российском чемпионате. Вот. Ну, и то же самое в конце у нас болельщики. Вот, прекрасный. Ему сейчас, друзья мои, между прочим, 19 лет. Представляете, этому парню. Ну, этому, наверное, тоже 50. Кому-то повезло, кому-то нет. Кому-то 19, кому-то 50. Ну, вот. И в конце у нас появляется такой слоган того года «Ростов жаждет победы». Фото болельщиков и, собственно, фото... Ой, Максимыч, этот вот врач, друзья мои, до сих пор работает в клубе. Максимыч до сих пор лечит наших футболистов. Представляете, 19 лет в команде. Вот. Опять же, состоите те же самые. Шинкаренко, Борис Владимирович, Элина Сосокопова. Вот. Ну, такие программки, они все одинаковые здесь, да. Понимаем, что, собственно, отличается только у нас гость, герой на обложке. Вот. Вот. И, собственно, тематика. Вот. Это вот Миша Осинов. Его сын сейчас играет за команду «Ростов». А когда-то, собственно, мы его забирали из ротора, по легенде, за комбайн. Вот. Дальше. Двигаемся дальше. Давайте, чтобы вас чуть разбавить, в Питер полетим, друзья мои. Полетим мы с вами в Питер. Вот сюда. В Питер полетим. Давайте полетим в Питер и в район Коломяги. 2001 год. Зенит-Растельмаш. Дублирующие составы. Ну, на дубли, собственно, раньше не запарывались особо там, потому что, собственно, сэкономить можно было на них. Как если они играют обычно в каких-нибудь маленьких стадионах. Вот. Ну, и программка тоже остается желать лучшего. Зенит-Растельмаш. 2001 год. Программка дубли. Ну, она на дубли, собственно, писать особо нечего. Вот. Она вот одна листовая. Это формат А4, обычно стандартный. Можете такую сделать себе. Информация про предыдущий матч. Вот. Здесь почему-то, кстати говоря, про основной состав. А, нет. Про дубль. Просто парейка. А, ну-то еще они в дубли играли. Малат Феев вот в дубли Зенита. После Дениса в дубли Зенита. Вот. Еще. Таблица турнирная. Вот. Это первый тур. Второй. И в конце состава КамАЗ. Сотяга говорит, давайте можем посмотреть, кто там болельщик Питера. Кто был в дубли тогда? Бородин, вот, Дмитрий. Вот. Кто еще? Угаров, Денис. Аршавин вот в дубли, друзья. Мы посмотрите. Да, да. Питер такое делал. Вот у нас в дубли Аршавин играет. Афсипян, Саркист. Афсипян вообще, мне кажется, всегда был дедом. Вот. Ну, это получается им... Хотя нет, я не знаю. Это состав, по идее, или основы. Почему тогда здесь он... Да, Астафьев наш Максим. Прикольный был полузащитник. Так, прошел год у нас. Два года, тысяча третий год. Зенит Ростов уже команда называется у нас. Вот. Официальная программа ФК Зенит номер два. Ну. Ну, то же самое. Один простейший, собственно, формат А4. Здесь у нас... Вот раньше такая была команда Сатурн РЕН-ТВ. У них был контракт с каналом телевизионным. И они в название добавляли свое название канала. Табличка турнира состава команд. Зенит Ростов. Вот. Вот состав дублирующий у нас. Астафьев. Франжелович Предрак. Такой нападающий был из Анжи. Пришел к вам. Денисов. Вот. Власов. Лобов. Да. Помните такого? Мицейку хорошо помню. Вот. Ливандовский. Вот тут играл какой-то. Вот. Второй год. У меня вот есть три года программки. Первый год дублирующий. Второй год и третий год. Вот они, собственно. Ну, отличие простое, если у нас курсив. Вот вам пример, да. Курсив, но он проигрывает, да, обычному тексту. Как-то более солидно, стильно, интересно, чем курсив. Ну, и косые буквы, да. То есть, так же, мне кажется, поприкольней и попроще. Здесь у меня, ой, какая история, какая историческая программка. Потом мы к ней вернемся. Много текста. Ну, и все. Все, это дубли питерские. И теперь, собственно, основа. Начинаем мы с года 1001-го. Такое тоже вот тут, как такая, как салфетка. Она вот, как в Перми была. Помните, я показывал? Вот такая она, не глянцевая, как-то такая салфетница. Зенит-Растельмаш. Фотография с матча первого круга. Дуюн Владислав. Вот. И там вот Кириченко стоит, смотрит на него, как Дуюн бьет. Программа ФК «Зенит» номер один. 177-я по счету. Вот. Ну, это, видимо, фото прошлого года. Это, по-моему, первый тур был этого сезона. Да, первый тур был 17 марта 2001 года. Спонсоры. «Газпром», «Газ», «Энергофинанс» и какая-то Петербургская телефонная сеть. Вот. Ну, вообще, у Питера всегда было больше всего спонсоров, собственно. Они всегда были в этом плане лидирующие по, по, с логотипом. Вот. Пулка, аэропорт и так далее. Открываем программку. У нас, ну, ведь это вот, видимо, нужное. Да, это вот, видимо, не по желанию тех, кто делал программку, а, видимо, по требованию такого вот господина Мутко, молодого еще и неопытного, да. Потому что знать болельщикам, кто у нас там спонсор номер, там, 10, допустим, здесь, да, ну, смысла, это не нужно совершенно. Это, видимо, нужно было тому, кто давал команде деньги. Вот, поэтому, когда вам, когда вас требуют, да, вы не можете отказать, собственно, какие бы ни были у вас идеи, вы обязаны располагать информацию про тех, кто вам денежку дает. Вот, у нас идет здесь Юрий Морозов, вот, главный тренер, легенда Петербурга, вот, 7001, вот, ну, вот, в таком формате состав команды. Мне, как бы, не очень нравится, потому что очень много текста, то есть, и непонятно вообще, что это такое здесь состав, да. В виде таблички намного приятнее смотреть. Растельмаш, ну, вот, у нас желто-синяя цвета, почему-то петербургцы используют вот такие вот, тоже непонятно, этот ход непонятен. Ну, это вообще трэш, да, просто, это, как эта книга какая-то. Вот, вот, столько информации просто засунута здесь, в эти бедные две странички, они аж бедные падают от информации. Ну, вот, можете посмотреть, так еще она еще и здесь, представляете. И здесь у нас идет Панкратион. Ну, вот, ужасный совершенно подход был в то время у них. Да, текст, текст, хочется какой-то свободы воздуха, а у нас тут местного футболиста любимого, у нас тут Панкратион. Да ужас, вообще, ну, трэшак просто безумный. А здесь Линолиум у нас, Олимп и компания. Вот, ну, то есть, да, понимаете, что здесь чисто не о болельщике думают, а о том, как получить больше денег. Составы команд того времени. Вот, ну, зачем писать массажистов, непонятно. Вот, почему, допустим, у них написан массажист, а у них нет. Поэтому, когда делаете, допустим, два, сравниваете два каких-нибудь объектов, всегда, чтобы у вас были данные одинаковые, у того и у того. Потому что возникает вопрос, почему вы здесь указываете, допустим, начальника команды, а здесь нет, да. То есть, ну, тоже некрасиво по стилю, да. Ну, хочется, чтобы они были одинаковые, чисто визуально. Здесь у нас такая вот история влезает с судьями. Как будто бы судьи это вместе с Россельмашем приехали. То есть, ну, понимаете, по дизайну неправильно. Прикольная история, мой протокол, что можно саму записать, кто забил, когда и что. Ну, и фан-клуб «Зенита». Вот такие шарфы они раньше делали. Ну, и опять же, финальная у нас куча рекламы. Дальше. 2006 год, 17 мая. Петровский стадион. «Зенит-Ростов». Прикольное цветовое решение. У нас цвета «Зенита» переливаются постепенно в цвета «Ростова». Даже синий, бело-голубые и желто-синий. То есть, вместе. Хорошее решение. Но здесь меня лично смущает много информации на логотипе «Премьер-лиги». То есть, стадион «Петровский». Как-то вылезает за много очень шрифта. Жирное, нежирное. 17 мая, 6-й год. Почему-то цвет разный. То есть, тоже спорно. Открываем страничку. У нас здесь «Фурсенко» уже. «Фурсенко» президент. Текст, текст. Читаем, нет. Сами можете для себя определить. Дальше идет фотография. Вот тут уж чем прикольно, тем, что фотографии есть. Чем больше быть фотографии, тем, соответственно, будет приятнее программку покупать, держать и смотреть. Состав идет «Зенита» того года. Аняков уже здесь дед. Ну, зачем, собственно, писать, допустим, если вы уже такое делаете, зачем вы опять то же самое здесь пишете? Да, то есть, ну, нелогично, почему мы два раза должны тут с фотографиями, а здесь без. Ну, непонятно почему, честно говоря. Ну, вот. Дальше у нас идет интервью с одним из футболистов. Это прикольно, когда фотография есть. Ростов. Вот. Того года. Никто уже из них в футбол не играет. Антоша Рогочи, Калашников, Илюша. Вот. Иса Каньенда. Калачев, известный вам, наверное. Вот. Все уже закончили. А, ну, только Бенц играет. Вот. Сережа Бенц еще играет за команду СКА. Вот. И то же самое опять здесь. Вот. Два раза одно и то же. Вот. У нас здесь фотография одного из футболистов. Прикольно сделано. Шамалековский такой был. Интервью. Вот такие вот. Чем больше фоток, тем, соответственно, интереснее. Вот. Ну, здесь зачем-то про Германию шестого года вообще никакого, как просто такая вот непонятное решение. Зачем-то нам здесь про чемпионат мира написали. Нафига? Непонятно. А тут про Ростов. Вот. То есть, ну, не под этого страница никак не совершенно не вписывается в общий антураж из программки. Вот. Всем матчей Зенит-Ростов в Петербурге. Да, я согласен. Вот. Вот прикольное решение с Олегом Власовом, такая посвященная ему страничка. Вот. Вот здесь вот так вот почему-то. Вот. Вот тут правильно. Здесь у нас, собственно, синий, да, в цветах Зенит, и желтый, то есть, Ростова. Вот с точки зрения составов, заметьте, что и третий раз еще у нас, у нас, собственно, да, помните, кто смотрел, у нас здесь состав, где он, в фотографиях, здесь у нас состав в тексте, и еще раз тут у нас состав. То есть, ну, вопрос возникает, зачем так много одного и того же. Ну, и кардиан здесь. В конце у нас спонсор Зенита. Дальше, Зенит 2006-2005. Они, в принципе, похожи. Давайте я все их разложу. Питерские программки. Вот. Ну, которые у меня здесь, в Ростове, а остальные просто у меня в Петербурге. Ну, вот они все. Вот. 2005 год и 2006, да, они очень похожи, отличаясь только у нас цвет и шрифт. Вот. Ну, и чуть спонсоров прибавилось за год. Вот. Ну, то же самое здесь. Вот. Про Зенит истории. Опять все его акционеры, спонсоры, партнеры. Вот. Здесь грамотно очень синяя цвета Питера и желтая Ростова, да. Фотографии опять. Вот здесь они уже, вот почему-то они в пятом году дизайнеры вот такую вот историю делали. Прикольную, да. Зенит. Открываешь и Ростов сразу. Вот. А здесь они решили, ну, я показывал, то есть, да, у нас тут решили фото и текст и так далее. Почему-то такая история непонятная. То есть, не мудрите, не мудрите. Кстати говоря, хороший год после снятия Виталия Шевченко. Вот. Год хороший у команды Ростов случился. Пошла реклама. Вот Питер любит, любил всегда много рекламы в программках. Да, у нас футбольная история о программке заканчивается на странице 11. Дальше у нас идет реклама, 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 7 ручьев, реклама, линолеум, ковролин. Вот. И у нас Александр Анюков. Да, для болельщиков это приятно. Сравнение двух футболистов интервьюшки. Вот. Опять реклама, реклама, реклама. Много рекламы, но от нее деваться некуда. Она, собственно, нужна. Вот. Ну и составчик. И рекламка. Да, Зенит. Дальше. Зенит 2002 года. Вот. Это вот когда у них была Диодора. Вот она. Вот. Вот форма, в которой сейчас я нахожусь. Это Шмарков, футболист, защитник ротора. Да, только в фотке. Это вот Диодора Зенита. Вот точно такая же форма с такой эмблемой одногодичной нашей команды. Вот. Она, собственно, вот здесь на Шмарко. Прикольный шрифт у них. Здесь мне очень нравится этот шрифт, который, собственно, такой монолитный, такой, как бы, основательный шрифт. Очень прикольные косые цветные. Тут полосы, да, синий-белый. Вот. Ну, а дальше опять странное решение. Какие-то полоски синие на зачем-то здесь тексты. Еще на нем такая полоса. То есть не очень хорошо с точки зрения. Ну, сейчас, да, сейчас сам Бог велел вписывать своих спонсоров. Здесь у нас, ну, даже Кавминводы были партнерами. Опять не читаю. Зачем писать в программке про свою команду, как, кто сегодня с кем играет, так подробно, непонятно. Вот. Опять реклама. Вот. Ну, здесь тоже самое российская газета. Да. Вот. Реклама, реклама. Вот рекламу делать на развороте не нужно. Вот тут прикольно у них, да, разворот, собственно, и футболист. Здесь у нас разворот и реклама. Зенит Рассельмаш. Вот Горшков здесь. Прудик его собираются обвести, да. Кириченко здесь заносит ногу. Вот. Опять реклама. Вот. Дельта Телеком. Панкратион. Составы. Вот. Ну, и такая история. Дальше Питер. Питера много у меня. Третий год. Третий год. Ну, вот такие вот решения. Это, как бы, знаете, как такие клип-арты. Они тоже не очень хорошо, потому что хочется какого-то футболиста увидеть, либо какого-то человека здесь. Они просто шорты и майку. Вот. Тысячи третий год. Ну, вот. Давайте сравним второй год, да, и третий. Как поменялся дизайн. Открываем второй год. Такие полосы здесь. Третий год. Вот такие. Вот две одинаковые странички. Особо, собственно, ничего не изменилось. Только цвета. Курсивом зачем-то здесь там уделяют соперников. Так всего два тура прошло. Вот. И опять пошел нечитаемый текст. Такая вот прекрасная женщина, лежащая здесь. Созывающая на Синую, видимо, на массаж. Под брендом Пактор. Моё личное такое. Видение этой ситуации. Ну, вот. Опять. Чек-текст нечитаемый. Здесь у нас реклама магазина. Здесь лимон почему-то вылез. У нас здесь посреди текста. Привет, Саш. Вот. Интервью Аршавина, не читая. Моё. Да. Вот. Ну и здесь состав. Такое, да. Такое решение. Дальше. Четвертый. Ну, у меня вот есть Зенит. Второй год, да. Второй. Третий. Четвертый. Первый даже есть. Первый год. Да, вот эволюция программок питерских. Первый год. Март. Второй год. Третий год. Четвертый год. Ну, вот. Четвертый год. Четвертый год. То же самое у нас здесь. Вот. И здесь у нас еще вот такая вкладка. Такая вкладка у нас здесь зачем-то. Вот. Ну и спонсоры. Дальше. Зенит. Пятый год. Да. Показались. Шестой. Почти все программки того времени питерские есть. Современная история. Это вот одиннадцатый год. Такой вот большой журнал. Он по формату, да. С обычной программкой. Ну, можете, собственно, сравнить. Да, он большой очень. Ну, вот, собственно. Вот. Журнал-то Кубань приезжал мне. Рогочий давал билеты на футбол. Вот. Вот целый журнал здесь. Целый журнал прикольный, интересно. Вот. Фотографии большие. Можно их прям плакатами вешать на... Фото, кстати говоря, игра с Ростовом. Это Ионов, между прочим. Номер пятьдесят один, когда я вернулся к вам. А это Симак. Вот. Большие фотки, что очень прикольно. Ну, здесь вопрос возникает в качестве вообще текста, потому что как-то очень все съехало у них, что ли. Я не понимаю. Вот. Здесь, конечно, почему-то вот так вот они решили это все оформить. Вот. Ну, то есть, такое ощущение, что вообще из другого совершенно, из другой программки, да? Не по стилю, не совпадает. Вот. Болельщики прикольно очень. Фотографии болельщиков. Ну, это святое для Питера. Интервью с тренером, вот врач. Вот. Большое интервью. Вот. Здесь стоимость билетов, да? Сектора уже стали появляться в программках, стали делать дизайнерски, выделять какие болельщики, вот куда можно сесть. Составчик. Вот. Составчик того года. Вот. Такой футболист играл. Пенео и Лилья. Николас. Здесь для любителей статистики. Здесь рекламка опять. Опять рекламка здесь. Ну, и вот прикольно очень плакат. Брун Валвис. Выполнен как такой стильный, интересный и прикольный. В прикольных цветах. Ну, возможно, нужно было чуть меньше логотипчик, потому что он яркий. А фотография такая более-менее черно-белая. У меня... Так, друзья мои. У меня осталось минута 41 до конца эфира, потому что час всего Инстаграм дает нам на общение. Почему-то час. Мы сейчас с вами прервемся минуты на две, да? И потом я опять включусь с эфиром. И мы скоро закончим, потому что очень много программок. Я просто буду выборочно какие-то брать, потому что основные, собственно, я покажу, вот. А потом по вашим запросам, по вашим просьбам мы какие-то более подробно разберем, да? Минутка осталась у меня на эфир, на этот эфир, первая часть, да, такая первая часть. Вот. Ну и вот состав. Вот уже предлагается вписать ручкой болельщику, что ему хочется. Ну и в конце Газпром. Это вот Зенит, друзья мои. Мы на нем завершаем первую часть нашего сегодняшнего эфира, посвященного всем этим прекрасным, ярким программкам. И через минутку мы с вами вернемся обратно в Инстаграм. Жду вас через минуточку. Минутку. Жду вас через минуточку.